Сегодня мы посмотрим видео урок о том, что делать, если эта адская машина перегревается. Замена термопасты процессора осуществляется в двух случаях. Первый случай – это просто профилактика, то есть замена термопасты с определенной периодичностью, к примеру, раз в полгода, в зависимости от качества термопасты. И второй случай – если термопаста настолько сухая, что уже есть признаки того, что ее нужно заменить. А это перезагрузка компьютера, к примеру. То есть вы нагружаете свой компьютер, к примеру, пользуетесь какой-либо программой или игрой, и у вас случайно перезагружается компьютер самостоятельно. То есть уходит в защиту, не позволяя своему процессору перегреться и выйти из строя. Также мы можем проверить практически, перезагружается ли у нас компьютер из-за перегрева процессора, то есть сухой термопасты, или ее отсутствия. Или же по другим причинам. Или просто продиагностировать, какова сейчас температура процессора и каковы ее нормы. Для этого нам поможет программа AIDA64. Ссылочку на программку я оставлю в описании. Запустим программу. Нажмем на стрелочку «Компьютер» и выберем параметр «Датчики». Здесь мы можем видеть температуру процессора и всех ядер. У каждого из процессоров предел своей температуры, точнее нормы, у всех разное. У системных блоков и у ноутбуков она тоже предел разный. К примеру, в нашем случае это системный блок. Здесь стоит обычный обыкновенный процессор от AMD. В нашем случае температура норма является 50 градусов и при нагрузке до 70. Если температура больше, то уже необходимо заменить термопасту. Но у ноутбука, к примеру, температура может держаться до 90 градусов и это будет нормой. Без нагрузки, конечно же, процессор не будет так греться, как при нагрузке, поэтому сделаем следующий шаг. Воспользуемся программой «Архиватор WinRAR». Создадим архив. Зайдем в него. «Операции» в панели меню выберем. И нажмем «Тест быстродействия». Сейчас будет система, точнее процессор, нагружен максимально. И в этом случае мы можем наблюдать за изменениями температуры. Немножечко подождем и посмотрим. Если вы увидели, что температура перевалила за 70 градусов, то, конечно же, следует заменить термопасту. Закрываем корпус блока. Снимаем крышку корпуса блока системного. Как обычно, прежде чем лезть в системное платье, необходимо потрогать корпус руками, дабы снять статическое электричество, которое накапливает человеческий организм. Это делается для безопасности, чтобы не повыбивать кондеры. Далее. Следующий шаг – это снятие кулера. У каждой системной платы, в зависимости от сокета, крепления кулера различны. Поэтому нам сначала нужно выяснить, как он снимается. Осмотреть его со всех сторон, дабы не повредить процессор. И после осмотра снимаем кулер. Выясняем, что термопаста давно пересохла. Отключаем питание вентилятора кулера. И пока что убираем его в сторонку. Любого спиртосодержащего растворителя, либо же обезжиривателя, в моем случае это спиртосодержащая салфетка, хорошенечко вычищаем процессор и кулер от термопасты старой. Чтобы поверхность была обезжирена. На предварительно обезжиренную поверхность процессора мы должны нанести с вами новую свежую термопасту. Если у вас в руках такая же, как у меня, термопаста КПТ, значит у вас просто нет денег на нормальную термопасту. В обычных случаях я говорю, если у вас термопаста КПТ-8, то вы ее выкидываете в окно и покупаете себе нормальную термопасту. Но в нашем случае, примерно на 3 месяца использования компьютера, данная термопаста сойдет. Так как у нас нет денег. Задача по всей поверхности процессора нанести равномерно термопасту слоем в 1 мм. Термопаста размазывается обычно специальным пластиковым стикером, либо любой пластиковой картой, либо же, как делают некоторые, на палец надевают салфановый пакет и размазываем. Мы будем использовать обезжиренный чудо-палец. Размазываем термопасту так, чтобы ее слой составил не более 1 мм, и она была везде однородной. Допалец хорошо справился со своей работой. Термопаста нанесена равномерно по всей плоскости процессора. Если вдруг у вас будут излишки, то ничего страшного в этом нет. Сейчас просто устанавливаем кулер на место, так же, как и снимали, не забывая подключить питание вентилятора к разъему на системной плате. Кулер был отцентрирован. Замочек защелкнут на место. Проверяем, плотно ли он сидит на своем посадочном месте. Отключили питание вентилятора кулера. Кстати, на питании вентилятора кулера, на проводке есть замочек. Поэтому вы не промахнетесь никак. Тем самым мы завершаем процедуру замены термопаста и надеемся, что больше наш процессор перегреваться не будет. Пока, конечно же, мы не заменим данную термопасту на хорошую. Мы погасили нашего горящего дружка и дали ему возможность поработать подольше, то есть увеличили его срок службы. Продолжение следует...